В детском лагере «Чудо-творы» состоялись областные военно-спортивные игры юно-армейц среди школьников. Десять команд по восемь человек должны были метко стрелять, чеканить шаг и громко петь. Победители победили победу. Едут на всероссийское первенство отстаивать честь нашего региона. Примеры коммунса «Спортплощадки» рассказывает Сергей Ирошко. Военно-патриотическая игра для школьников юно-армейц это по сути та же соторнице. Десять команд по восемь человек, шесть мальчиков и две девочки в течение двух дней должны показать свои умения в точной стрельбе, метание гранат, разминирование местности с помощью металлоискателя. Далее нужно показать лучшую стрельбе подготовку и самую мелодичную песню. Бегать и стрелять девушкам-участницам приходится наравне с парнями. Дединарии из Харабаринской школы попасть в яблочко помешал ветер. Но главное не унылевать и стараться. Девушкам, конечно, сложновато приходится, но мы пытаемся не отставать от мальчишек, но и всегда стараемся показать свои возможности на все сто. И так же мы никогда не отступаем, делаем все до конца и мы как-то помогаем своим мальчишкам. Эта игра, во-первых, тренирует мужество, дает молодым людям стойкость и, прежде всего, бороться со своими соперниками и быть вместе с коллективом. То есть эта игра очень хорошая для всех, для молодежи, в том числе и для детей, и для организаторов, потому что воспитывают российскую молодежь и тем самым это будет лучше для страны. Тем временем казаки сменили привычные шашки на гайки, на пистолеты и автоматы и взяли штурмом автобус преступниками. Возможно, казачий спецназ станет наравне с полицией и армией. Ребята, которым предстоит служить в армии, они сейчас проходят различную подготовку, как стрельбу, стрельба из пневматической винтовки, так и именно тактические занятия. Внимание! На экране не инопланетяне. Это школьники облачаются в костюм химзащиты, а потом его нужно еще и снять. Все, снимаем. Как можно быстрее снимать все. Возможно, кто-то не станет военным, но любой мальчик, любая девочка в случае необходимости должны уметь оказать первую медицинскую помощь и, в крайнем случае, встать на защиту своей Родины. Поэтому, чем больше таких мероприятий, я думаю, тем это лучше. Победителей мы назовем в нашем следующем выпуске. Состязания продолжаются. Следующим летом победители юнормейцев поедут уже на все российские соревнования. Сергей Герушко, Владислав Фаленников, РНТВ, Астрахань.